Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас вторник, 28 ноября 2023 года. А новости у нас следующие. Через три года Латвию может ждать шок сокращения дотаций Европейского Союза. Это заявил глава комиссии Сейма. Давайте разбираемся подробнее. Депутаты нашей республики решили в очередной раз поддержать стремление Киева и Кишинева в Евросоюз. Выбрав для этого десятилетия революции достоинства на Майдане незалежности. Однако, вместо торжественных речей, как ныне выражаются, дискурс оказался весьма критическим. Юбилей свернул не в ту степь. Латвия как вымирающее государство. Разбираемся. В своем выступлении депутат от оппозиционной фракции Латвия на первом месте Акцентировал демографический рекорд страны за последние 100 лет. Родилось только 15 тысяч детей и более чем 30 тысяч человек умерло, плюс еще уехали прочь. Нам будет очень плохо. И мы живем уже очень долго, получая эти деньги в подарок. И думаем, что так будет всегда. Но мы дойдем до того, что в какой-то момент Европа скажет. Дорогие друзья, вы вымирающая страна. Вы больше не можете обслуживать свою экономику. И поэтому вам придется принимать беженцев. Далее. Мы придем к тому, что в Латвию потекут беженцы из тех стран, где идет война. Из тех стран, откуда беженцы текут в Европу. Потому что Европа скажет. Единственное условие, при котором мы готовы поддерживать экономику Латвии, это то, чтобы вы увеличивали население. И невозможно ежегодно удваивать рождаемость, потому что количество людей, количество женщин репродуктивного возраста, которые могли бы родить больше детей, будет просто слишком мало. Но те нищие, употребил образное сравнение депутат Сейма, что живут во многих странах мира на улицах, и которые привыкли получать все время какую-то денежку, которую им бросают, очень часто это не люди, потому что у них нет, ничего нет. Они часто, наркоманы, пьяницы, они просто дошли. И они не хотят ничего другого делать. Такова реальность. Далее. Государство, доноры, инъецируют и все прочее. Разбираемся. Даже Рихард Колс, председатель комиссии Сейма по иностранным делам от национального объединения был вынужден согласиться, что наша республика слишком вольготно относится к средствам, которые поступают из брюссельской тумбочки. Тут, конечно, дополнительный анализ необходим. Сколь мы успешно это осуществили. Каждый год у нас есть проекты, где имеются неоправданные расходы. Надо перечислять обратно в бюджет Европейского Союза. Но это, конечно, не сегодняшний вопрос. В отношении Украины и Молдовы. Но мы тут не пребываем, не живем в иллюзиях. Это будет тяжелый путь. Но надо начать эти переговоры, уверен Кулс. Тут есть дополнительные стимулы и механизмы, как можно приблизить как Украину, так и Молдову к интеграционным процессам Европейского Союза, сгладив нормативные акты, гармонизировав. Точно так же все же я считаю, что не Украина и Молдова как государственные образования, но Украина и Молдова как люди, как жители. Это есть так же ценность. Разумеется, депутат Кулс полемически заострил, уж не отказывается ли он такой фразой официальному Киеву и Кишиневу субъективности. Увы, и Кулсу пришлось вернуться приземленному денежному вопросу. В случае расширения Европейского Союза у нас уменьшатся средства, уменьшатся средства уже с 2027 года существенно. Друзья, сейчас остановлюсь, я напомню, что вы смотрите канал Мы живем в Латвии. Новости непосредственно про то, что происходит у нас здесь в Латвии. Что думают наши политики, что депутаты и так далее. Вот сейчас я рассказываю, что высказывают депутаты Сейма и так далее. Финансирование будет уменьшено. Естественно, в Латвии финансирование будет уменьшено. Так сказать, эта инъекция, эта игла медленно вынимается. И может быть, да, у нас будет такая шоковая терапия. Возможно, не только в государственном управлении, но также у предприятий. Но к этому надо готовиться. Еще точечку поставлю. Я вам говорил, друзья, вот уже. Ну, зима-то близко. Пожалуйста. Я говорил еще в прошлом году, позапрошлом году. Сказали, что? Ну, это никто не скажет нигде. Я-то откуда-то это взял, правильно? Да? Правильно. Что? Поднимайте экономику сами. Денег в больших таких объемах, как раньше, поступать больше не будет. И вообще. Делайте деньги сами. Учитесь делать деньги сами. Это заявили где? Ну, естественно. Где мы сейчас? Мы члены Евросоюза. Вот оттуда все. Еврокомиссии и так далее. Там деятелей много. Я имею в виду в Евросоюзе. Стран очень много. Дальше, друзья. Звонок другу. Разбираемся. Что же за звонок другу? Звонок другу. Я слышал. Тот факт, что Украина до сих пор не смогла присоединиться, также показывает, насколько велика проблема постсоветского наследия в этой стране. И насколько сложно избавиться от коррупции. О, господи, друзья. Я немножко остановлюсь. Это а у нас что сейчас? А куда у нас коррупция делась? Это я от себя сейчас добавляю. Она у нас никуда не девалась. Она вообще здесь сидит и не собирается уходить отсюда. Нет. Им же хорошо. Кому им, ну, догадается. Это раскрыл карты политический ветеран, ныне член фракции от Нового Единства Гирц Валдес Крестовскис. Каждому, кто выходит на связь с украинскими политиками, общества Украины об этих идеях и ценностях надо говорить, подчеркнул Крестовскис. С другой стороны, это вопрос безопасности. И я думаю, что именно сейчас вопрос безопасности вышел на первый план. Европейский Союз не принял бы эти страны и не предоставил бы такую возможность, если бы это не было вопросом безопасности. Так или иначе финализировал, финализировал, давайте, друзья, еще по-новому, не буду ничего убирать, ничего стирать. Так или иначе финализировал парламентарий Киеву и Кишиневу в Европейском Союзе предстоит кавычках чрезвычайно трудный путь. Думаются Латвии, Латвии-то хоть будет легче. Все, друзья, я закончу. Пишите теперь комментарии, что вы думаете на вот эти вот высказывания. В частности, вот, пожалуйста, через три года Латвию может ждать шок сокращения дотации Европейского Союза. Это заявил глава комиссии Сейма, латвийского нашего Сейма. Да, это уже даже простой народ уже давно уже это понимает и уже чувствует на себе. Непосредственно это было уже даже видно вот последний раз что было у нас. Друзья, индексация пенсии. Так они нам, я сейчас от себя говорю, все, новость закончилась. Лапшу вешали какую? У нас 0,3 хрен десяток всего инфляция и подорожало все на 3% или на 0,3 десятых или там на сколько там 8-7 процентов оказывается у нас подорожало как минимум на 70% ну как минимум даже 300% там фигурирует пожалуйста зайдите сравните цены полистайте какие цены были 2-3 года назад 4 года назад ну ладно хотя бы 2 ну тут это соплистое заболевание было то все якобы это везде все нам пишут комментарии нам пишут комментарии из других стран мы прекрасно знаем если даже нам здесь ничего не пишут нам пишут непосредственно с мест где люди живут непосредственно в тех государствах так у вас говорит дороже даже чем у нас а сравнить зарплата у них в среднем 4 тысячи да ну не будем называть страну и у нас какая зарплата даже пускай тысяча у нас ну и что там у них к примеру вот продукт питания стоит 1 евро у нас 3 зашибись неплохо это я так просто сравнил друзья если тут сравнивать и перечислять тут наверное месяц надо мне не вылазить прям вот включился и не отключаюсь только по комментариям друзья это серьезно говорю так же самое посмотрите ну я говорил не буду назвать без разницы ну той же самой Германии той же самой Англии ну непосредственно же мы знаем в Польше вообще молчим господи друзья вот она Польша Польша то вот рукой подать сколько тут ехать то то же самое топливо то же самое на заправках как заезжаешь в Литву уже чуть дороже ну а в Латвию приезжаешь все родном родной да 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 цены ой какие дорогущие вы наши цены родненькие дорогие дорогие вы наши цены ужас друзья что это такое вот опять я прихожу к чему я прихожу опять к звеньям одной цепи вот что это такое так тогда что ожидать друзья вот всем всему народу латвийскому народу простому народу подчеркну тысячу прям черточек жирных простому народу что ждать это они говорят через 3 года кого через 3 года господи вот уже с нового года а со следующего нового года 25 Вообще не знаю, друзья. Я никого не пугаю. Просто предупреждаю. По телевизору? Ну, идите смотрите телевизор. Это фонам неверующим, я говорю. Смотрите свой телевизор. Откуда вам льются песни хорошие. Да-да-да. Через три года Латвия может ждать шок. Это же не я выдумал вам. Это глава комиссии Сейма. Шок. Это значит что? Все, друзья, пишите комментарии. Ставьте лайки, поставьте большая просьба. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Вот. Подготавливают уже к шокову. Шоковой терапии, так называемой терапии. Кто лечить-то будет? Кого? У нас семейные врачи уже, считай, половина все на пенсии. Это я так добавляю, чуть-чуть. Шок. Ну, если шок, значит, человек заболевает от этого шока. Люди заболевают. А кто лечить будет? Это ярусзвение одной цепи. Они через год, два, три дальше по уходят все на пенсию. И дальше что будет? Ну да, их держат, конечно, деньги. Деньги немалые. Они получают неплохо. Но это их дело. Они добивались своего. Это понятно. Но это опять тема, друзья. Все. Иначе я с вами никак не распрощаюсь. До свидания, друзья. Всем большое спасибо за поддержку нашего канала. До следующих видео. Пишите комментарии. Очень интересно будет почитать. Именно вот про вот это. Про шок. Про который я вас давно уже предупреждал. Что денег больше не будут выделять. Не просто не будет, а вообще больше не будет. А у них у каждого государства есть свой народ. Понимаете? А они все время донорами быть. Они не собираются. Это я от себя добавил. До свидания, друзья. Всем спасибо.